Воспоминания, названия многих книг, пиликают нередко даже интересно, но все о чем? О том, как кто-то влип, сосуд заброшен из прошлого, как треснул. Что можно взять себе конкретно ныне из отгулявшего в страданиях и успехах, если к сердцу примем, в это вникнем, остаток горести о всех, кто жил и съехал? Прочтя однажды бросишь книжный хлам, события ушедшего следы там заровняло. Христа там нет иконы, втянет их по углам, пни обгорелые с торчащими корнями. В деяниях апостолов воспоминаний много, и все они вратаются отжившие с нами. Они живые, стоит их слегка потрогать, там в основании Христос, вселенский камень. Воспоминания Павла, недохлого Кирилла, благоухая встреча с любящим Иисусом, считающихся встречи властно покорили, прохладая струи, и на нас прольются. Воспоминания. В них столько же вранья, и лгут писатели, военные, священство, тех авторов упреком не пронять, непрезентабельность при описании честном. И потому скрывают, шифруют имена, убалчивают хитрецы о явно непохвальном, и марафетят комушек, а им в века вонять. Терновник Саксаул красуется, как пальма. Если встреча с Богом не случилась, у памяти провал в нужнейшем и главнейшем, не воскресила души свыше Божья милость, а значит, вспомнить нечего и похвалиться нечем. Не ворошите прошлое, миазмы трупов смрадных, под черепное телечко сугубо не вгоняйте, где жизнь с Иисусом только там отрада, на злачных пажетях там овцы и ягнята. 14 мая 2009 года.